Эдуард Ассадов. Грохочет тринадцатый день войны. Грохочет тринадцатый день войны. Ни ночью, ни днём передышки вету. Вздымаются взрывы, слепят ракеты. И нет ни секунды для тишины. Как бьются ребята, представить страшно. Кидаясь в двадцатый, тридцатый бой. За каждую хату, тропинку. Паш, за каждый бугор, что до боли свой. И нету ни фронта, уже ни тыла. Стволов раскалённых не остудить. Окопы, могилы и вновь могилы. Измучились дрызка на исходе силы. И всё-таки мужество не сломить. О битвах выпели не раз заранее. Звучали слова и в самом Кремле о том, Что, коль завтра война нагрянет, То вся наша мощь монолитов станет. И грозно пройдёт по чужой земле. А как же действительно всё случится? Об этом никто и нигде. Молчок. Но хлопцы в том могут ли усомниться? Они могут только бесстрашно биться, Сражаясь за каждый родной плачок. А вера звенит и в душе, и в теле, Что главные силы уже идут. И завтра, ну может через неделю, Всю сволочь фашистскую разметут. Грохочет тринадцатый день война. И лязгой рвётся всё дальше и дальше. И тем она больше всего страшна, Что прёт не чужой землёй, А нашей. Ни честь, ни смертей, ни числа атак. Усталость куда-нибудь сковала ноги. И кажется, сделай ещё хоть шаг, И замертво свалишься у дороги. Ком с водопилоткую вытер лоб. Дели сухари, не дрейфить люди. Неделя не больше ещё пройдёт. И главная сила сюда прибудет. На лес, будто сажа свалилась в мгла. Ну где же победа и час расплаты? У каждого кустика и ствола. Уснули измученные солдаты. Эх, знать бы бесстрашным бойцам страны, Смертельно усталым солдатам взвода, Что ждать ни подмоги, ни тишины не нужно, И что до конца войны не дни, А четыре огромных кода. Продолжение следует... Продолжение следует...